всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев видеоблог и турагентства georgiev travel в этом видео мы все также находимся в турции гуляем по кемеру и в этом выпуске мы с вами прогуляемся по различным местам и побываем с вами у марины здесь стоят корабли а также я вам покажу где здесь кемере есть песчаный пляж так что смотрите выпуск до конца подписывайтесь оставлять свои лайки и конечно комментарии поехали самые любимые виды в турции конечно для меня это вот такие марины где стоят много-много яхт разных кораблей мне кажется очень классный красивый а сейчас мы с вами пойдем пройдемся небольшой парк здесь же недалеко от марины и выйдем на песчаный пляж он здесь есть на самом деле идти до парка совсем недалеко вот по такой стрелочке можно вас сориентировать от центр кемера буквально там не знаю 15-20 минут с лепешочком легким шагом и вы оказывается на пляже на песчаном вот здесь как ориентировать до капа бич клуб кемер проходите мимо мариной через парк и выходите на песчаный пляж постановался в этом он есть что многие наши туристы говорили что здесь только камни нет песчаных есть просто можете в основной части отдыхать на каменистом а сюда иногда приходить а еще сегодня у нас денек мы ходим фотографируемся хотим поймать несколько кадров а то на совсем фотографии немного особенно совместный но вот правда где гуляем не сюда много людей ходит чтоб нас фоткали так что вот так вот есть у нас такая проблемка с семейными фотографиями вот как раз мы подошли к парку который как раз разделяет нас от песчаного пляжа здесь кемере сейчас мы вот так вдоль него пройдем и уже выйдем на пляж вот здесь вот мы как раз уже подходим к пляжу здесь парк магазинчики кафешки видите позади нас есть есть так тихо уютно в принципе и всегда так даже когда было много людей много туристов всегда здесь было тихо и уютно собственно вот и мы вышли совсем близко вот он порт с яхтами маринами а вот он пляж уже зонтиками и здесь чистая вода волн естественно тоже нету и песчаный пляж сейчас мы ближе к вами выйдем а а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что нам уже пиццу принесли? Здесь ещё можно всё заказать, кстати цены здесь достаточно лояльные, пицца стоит, если я не ошибаюсь, 350 рублей. Пуцццц! Пицца! Ну что, вот мы накупались, насиделись, отдохнули, сейчас пойдем в город, что-нибудь перекусим, обед у нас не было, здесь пиццу заказали, поэтому сейчас, наверное, пойдем возьмем что-нибудь из фруктов еще и пойдем потихоньку в сторону дома, у нас сегодня опять же цель это фотосессии, поэтому фотографируемся много для того, чтобы было потом, что используется для инстаграма, было детям что вспомнить. Пока идем, давайте отвечу на вопросы, которые мне задавали мои туристы, подписчики по Турции. Один из первых вопросов, это нужны ли маски, вот почему мы ходим без масок, да? Маски не нужны на всем Анталийском побережье, они отменены, вот на улице они не нужны, магазины, все места скопления людей, в общем все эти места, это обязательно маска нужна, поэтому маску одеваем только при входе в магазины, собственно у нас в России в принципе сейчас такие же правила, вот. Другой вопрос спрашивали, как самолеты сейчас, не страшно ли лететь на этих самолетах, что они столько времени простояли, здесь тоже отвечу, не надо за это переживать, потому что все авиакомпании в любом случае свои самолеты обслуживают, перед вылетом ни один самолет пока не будет обслуживаем и никуда не взлетит, соответственно все самолеты перед даже самым вылетом проходят еще дополнительно, у них внутри есть тест, компьютерная диагностика, если она пройдена, то самолет летит. Никогда неисправный самолет просто не вылетает, поэтому за это я бы даже не переживал. Так, друзья, еще вопрос был, в каком отеле мы живем, я уже говорил, да, что мы выбрали отель по сертификату, самой низкой цене и который находится в Кемере и все, других критериев не было, просто взяли лишь бы взять и в принципе как бы он и не так близко к морю и ну обычный, обычный отель, поэтому этот вопрос я ответил. Какие вообще в принципе есть изменения, сейчас тоже расскажу. Наверное, главное изменение, которое заметно, это то, что очень немного туристов, то есть они как бы есть, но их не так много, то есть по сравнению с прошлым периодом, когда сюда мы приезжали, можно сказать, их вообще нет, улицы практически полупустые, народу очень много ходит, магазины есть, все работает практически все, за исключением нескольких магазинов и наверное сейчас вопрос цен, да, то есть какие сейчас цены, то есть что ломят цены или нет, цены наоборот везде достаточно лояльные, скажут, даже везде снижают, в магазинах есть всякие распродажи, какие-то последние размеры продают там, по супер низким ценам и так далее. А кафе цены демократичные, они и собственные были, потому что all inclusive и соответственно никому не хочется платить большие деньги, поэтому цены везде адекватные. Но как мы и планировали, наш маршрут будет пролегать через лавку с персиками. Да, Есеня, скажи, я персики очень хочу, очень хочу персики. Мы сначала разомнемся фруктами, а потом зайдем в кебаб, правда возьмем. Хотите узнать, куда мы ходим, есть самый вкусный кебаб? Мы его уже брали в том году и снова сюда отправимся, поэтому сейчас по персику и идем в кебабную. Снова поддерживаем предпринимателей Турции, берем персики в одном и том же месте, как обычно, помыть. Так, и мы кому несем? Это кому? Это тебе что ли все? Это я буду, скажи сразу. Так, как вы думаете, что сейчас произошло? Отвечаю, мы сейчас только съели по персику, не успели пройти 10 метров, а они говорят, еще персик. Короче, мы пошли еще за персиками, да, Есеня? Есеня слопала, вот такой огроменный персик сама. Соня вон там сидит, есть, лисейка спит. Семен, ты что делаешь? Сема! Фу, пожаре, конечно, гулять это вообще, да? Как тебе пожаре гулять, Надюшка? Хорошо. Хорошо? На самом деле на тачке лучше передвигаться ли на этом, на мотоцикле трехколесном. Но, видите, нам что-то не дают один на всех, и что-то мы не берем пока. А так, по идее, нам проще машину, конечно, брать. По деньгам выгоднее, чем мотоциклы выходят в этом сезоне. Ну что, друзья, вот мы и дошли до этого места. Мы здесь уже примерно в той стороне вчера были. Здесь такой памятник с лошадкой и козой, да? А вот мы пришли вот в этот дёнар, Беркет Бионер. Мы тут раз здесь ели. Очень вкусно, нам понравилось. Мы решили сюда еще раз прийти. Я уверен, что наверняка есть еще куча других мест, но мы решили прийти именно сюда снова. Мы не такие сильно голодные уже после персиков, но, тем не менее, мы обещали вам показать это кафе, и мы хотим все зайти. Вопрос не в рекламе, просто мы сами соскучились по кебабам и вот этой вкусной идеей. Решили зайти сюда и показать, что это, в принципе, есть. Таких кафе много подобных, но нам, говорю еще раз, она почему-то больше всех приглянулась тогда. Здесь вот есть разные сладости, всякие такие вот штучки. Порции, честно скажу, очень огромные, очень огромные. Вот раз взяли и даже не смогли все съесть. А вот еще, друзья, здесь нет такого, как бы, ну, по крайней мере, я не вижу, да, ощущения, что что-то кто-то прям боится коронавирусом. От такой точки зрения, что, знаете, кто-то где-то чихнул, кашлял, все он тебя смотрит вот так, да? То есть мы на Шри-Ланке были, нас вообще только видели. Сразу нас и закрывали, хотя мы в машине ехали. Но здесь такого нет, поэтому все адекватно, да, кто-то там стоял из магазина, продавец, он, соответственно, маски. Нет, значит, как бы, ну, окей. То есть нет такой панической, скажем, атаки, и это хорошо. Но в меры и предосторожности соблюдать надо, заходите в магазин и взять нам маски. Если честно, я думаю, эта история с масками еще продлится очень долго. Думаю, года два точно во всех таких общественных местах будет вот эта история с масками. До тех пор пока совсем это не исчезнет. Ну, хотя, вы же знаете, каждый период все равно есть какие-то заболевания. Я думаю, маски так и останутся на судьбеходе у большего числа людей точно. Вот принесли наше блюдо. Мы много их брать не стали. Здесь очень-очень все вкусненькое. Вот такие рулетики. Такое мяско. С прожесенью держаться не может. Ты тоже хочешь. Ну и, как говорится, без картошки фри дети не могли. Оставка очень окопила ее. Вот что-что. Это очень-очень все вкусно. Здесь такая, скажем, йогуртовая заправка. Классный соус и вот такие каплетки жареные на гриле. Очень-очень вкусно, ребят. Дети, правда, нас к этому относятся так, но им надо распробовать. Они это распробуют, классно. Ну, как-то, смотри. Очень вкусно. Ну, как, Семен, отличается картошка фри от нашей из России? Вот так вот есть. Чем? Соус. Вроде соус. Она не соленая. Понятно. Хорошо. Вообще, среднее меню заходишь в любые уличные кафешки. Стоит в среднем 300-250. Вот такая плюс-минус сена за одно блюдо. Порции очень большие, сытные и вкусные. И не надо заказывать сразу каждому по блюду. Нужно заказать, я думаю, блюда три, потому что они все большого размера достаточно. И потом, если вы захотите, вы сможете уже до заказа. Поэтому лучше подождать. Вот сейчас, кстати, выходили из дёнара, да, где кушали. Я, кстати, увидел рекламу вот этого пляжа, на котором мы как раз вот сегодня были. До Капо. Вот можно зарезервировать по телефону. Адрес сайта можно посмотреть. Вот видите, лежак, на котором мы были. Вот песчаные пляжки Мери. Как раз за Мариной. Если кому надо, сохраняйте. Ну, а мы продолжаем нашу прогулку. Сейчас мы уже двигаемся в сторону отеля. Сейчас погодка уже отличная. Время у нас уже 6 часов. Жары такой нет. Очень хорошо. Вот, кстати, таксиста я. Такси вот, честно, ни разу не пользовался. Мне кажется, они стоят, как раз загорают все. И заказываешь какую-нибудь, не знаю, поездку вечером, типа, а-ля, там, не знаю, там, если молодежь там в клубку они собираются, да, то есть есть трансферы бесплатные. Или прогуливаешься, или берешь машину, или берешь байк. И, наверное, очень мало, действительно, кто здесь ездит на такси. Кемер небольшой. Его можно, в принципе, вдоль и поперек пройти, там, не знаю, за полчаса, мне кажется, ну, может, за час легким шагом. В общем, идем вот так с дочей. Доча на ручках. Почему дочь на ручках? У меня голова сильно болит. А почему? Потому что солнце меня ударило. Нет, он тебя не ударил. Да, потому что... Потому что перекупалось, и солнце. Что значит надо делать нам? Слушаться папу. Вот именно. Так что, да, надо слушать папу, следить за детьми, чтобы дети на солнце, особенно на полясе, находились меньше. Сегодня я говорил, говорил этой малышке, она не очень слушалась, а сейчас мне головка болит, да? Ладно, все пройдет. Главное, пить побольше водички, в холодце посидеть, отдохнуть, да? И в следующий раз уже внимательно относиться к своему здоровью. Правильно? Да. Чтобы путешествие какое было? Хорошее и доброе. Вот так вот. Мы наконец вернулись в отель, и вот что я хотел еще вам напомнить. Я вам хотел напомнить, что я занимаюсь не только съемкой видео, но еще и занимаюсь продажей туров онлайн. Это моя работа, я этим живу, зарабатываю и работаю достаточно долго, поэтому за оформление тура вы можете меня не переживать. У меня все надежно, как положено, с документами, чеками. Все оформляем, делаем, я это делаю удаленно. У меня есть мои помощники, которые помогают консультировать по другим странам. И также хотел еще напомнить про наш дополнительный сервис для всех тех, кому интересен туризм. Вы можете тоже присоединиться к нашему проекту, к нашему сервису, называется он Travel Advisor. В этом сервисе вы получаете полный доступ ко всем базам данным туроператоров. Соответственно, получаете свой личный персональный сайт, доступ к CRM-системе и доступ к красивым подборкам туров. Все это подробно вы можете ниже под этим видео узнать, как это сделать. Ну, а если как бы вы не хотите работать в туризме, вы можете смело обращаться ко мне и покупать туры именно у нас, в нашей компании Georgiev Travel. Мы решили выбрать такую турецкую забаву, как покупка мороженого. А кто не знает, кто знает, пишите в комментариях обязательно, что это такое. А это вот что, смотрите. Тоня, лисейка, лисейка, смотри, вон, мороженое какое вам дают. Ого, какое огромное. Сейчас вот дядя вам даст мороженое. Надо выбрать только. Ну-ка, он только маленько поиграет, лисейка поиграет с вами сейчас. Ну-ка. Давайте мороженое выбираем. Выбираем, по вкусу, какое. Какое ты будешь, лисейка? Это. Я вас на кого-то смею. Как ты? Лисей? Я с карамельник и куриничный. Вам, понял? Вам, я с карамельник и куриничный. Давай, давай, давай. Стой, где он играет, потом ты и будешь. Давай, давай, давай. Осторожно, мороженое бери. Сейчас, ну-ка, стой, дай я поймаю, я поймаю. А, а где мороженое? Эй! Как тебя зовут? Насад мороженое. Эй! Нет, все, мы дойдем лисейки наше. Какое хочешь тебе мороженое? Ваня, штука, ладно. Орео хочется. Пожалуйста. Это лисейка тебе. Победе мороженое. Я хочу кулупник на камере. Морожен, бери. Что? Зачем рот и закат? Дай мне салфетка. Ага, упало мороженое. Ура, ты поменил. Это вкусный лисник и вот. Ага, я вам не знаю. Ага, я кошка. Ага. Что такое? Мороженое. Ага. 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 купите турецкого мороженого, эта игра очень забавная, детям очень понравится, да и вам, взрослым, тоже очень понравится. Так что, смотрим дальше. Кто такая Сика-Супенька? А это кто такая? Это кто такая, малышка? Друзья, у нас наступил вечер, и, кстати, я хотел с вами поделиться той информацией, что вот мы идем сейчас с Соней, как у нас Соня перегрелась, перекупалась, да, а сегодня она себя чувствует отлично. Что тебе помогло? Мне помогал папа, что не больше не надо сидеть на солнце, ну, и я его сегодня послушалась. Я вчера, он сказал, попей воды или спать, я его послушалась, и у меня немножко утром лучше стало, я потом пошла в бассейн, и потом я пошла на море, и мне стало лучше более. То есть сейчас тебе отлично? Да, отлично. Ну все, так что можете, друзья, не волноваться. Ну, а мы сейчас на ночь, глядя, отправились вдвоем неспроста. Ребята, вы не знали, мы вам завтра один сюрприз покажем, но сейчас мы не будем его показывать, но мы туда идем. Ну, мы его завтра заберем, но мы пока вам не будем показывать, но вы угадайте, что мы там с папой должны купить. В комментариях пишите. Увидимся. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев. Пока, до следующего выпуска. Субтитры подогнал «Симон»!